МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Чрезвычайная ситуация на канале Беларусь4 о криминогенной обстановке в регионе. Сегодня мы заострим ваше внимание на действительно чрезвычайной ситуации всплески тяжких и особо тяжких преступлений. Маргиналы этого года уже пополнили криминальную сводку тремя десятками трупов. Обострилась ситуация с преступностью и в сельской местности. И новости все чаще кричат сообщениями об очередной поножовщине в Гомеле, в области. Мы постарались разобраться в причинах такого обострения и тех мерах, которые правоохранители предпринимают в этой связи. А название сегодняшнего выпуска по ощущениям от увиденного передаст всего одно слово. Резня. Статистика неумолима. Плюс 21 убийство с начала года, еще 32 преступления с формулировкой тяжкие телесные повреждения. 7 из них закончились смертью потерпевших. Примечательно, что чаще стала фигурировать вторая часть убойной статьи. Это значит, что преступления совершаются с особой жестокостью и цинизмом. А наибольший рост преступлений в разрезе этой статистики зафиксирован в Мозырском и Реческом районах Гомельщины. Как показывают проведенные анализы, среди факторов, влияющих на криминогенную ситуацию в области, особое место занимает проблема занятости и алкоголизации населения. В текущем году на территории области отмечается значительный рост совершения тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан. Это убийство и умышленное причинение тяжких телесных повреждений. Старые знакомые один из зарплатных дней решили отметить обильным возлиянием. Дешевое вино и продолжительное застолье на квартире жертвы. Пили за счет гостя, ранее отсидевшего полтора десятка лет, за тяжкое преступление. На этих кадрах в райотделе милиции он показывает, как расправлялся со своим собутыльником. А произошло все из-за того, что хозяин квартиры не налил владельцу спиртного очередной стакан. А потом стал играться кухонным ножом, за что и поплатился собственной жизнью. В сущности, за стакан дешевого вина. Подозреваемого в убийстве задержали на следующее утро этажом ниже в том же доме по месту жительства. Характеризовался по месту работы неплохо. О нем отзывались. Единственное, что отмечали, что он вспыльчив. А нареканий к работе у него не имелось. И вот в день совершенного преступления он получил заработную плату и повстречал потерпевшего. Они друг с другом уже длительное время знакомы были. Покупали несколько раз в магазине вино. И в ходе распития спиртного, уже в достаточной степени алкогольного опьянения, у них произошел конфликт. Другой случай выяснения отношений при помощи ножа произошел в рейсовом автобусе на глазах десятков людей. А главное, на глазах семилетнего ребенка. Он навсегда запомнит, как расправился с его матерью взрослый мужчина, не придумавший других аргументов в споре за место в автобусе. В результате словесной перебранки обвиняемый в стоящем портфеле взял нож, который использовал, как он указывал, для нарезки еды, которым, по его версии, хотел припугнуть и закончить конфликт. Однако данная версия была опровергнута в судебном заседании показаниями свидетелей, потерпевшие, которые конкретно указывали о нанесении обвиняемым удара в область лица. По этическим соображениям мы не показываем ни потерпевшую женщину с ножевым ранением на лице, ни ее маленького сына, ставшего главным свидетелем этой трагедии. Что до зачинщика резни, судом 57-летний житель деревницы Гельня приговорен к 7 годам лишения свободы, а его жертва так и останется на всю жизнь с обезображенным лицом. По заключению эксперта, потерпевшей были причинены легкие телесные повреждения в виде рубца на щеке, который также по заключению эксперта сам по себе не исчезнет. В результате был признан экспертным заключением как неизгладимый. В судебном заседании данное телесное повреждение были признаны обезображивающими лицо. Пару лет назад Всемирная организация здравоохранения опубликовала рейтинг самых пьющих государств мира. Среди них оказалась и Беларусь. Насколько верны данные ВОЗ, можно долго полемизировать, но то, что алкоголь наносит человеку невосполнимый ущерб, ведет к деградации, сомневаться не приходится. Во что превращаются хронические алкоголики, многие из телезрителей знают не понаслышке. В следующем материале мы покажем, что происходит, когда разжиженный парами алкоголя мозг попросту отключается. Совершенно дикие, нелепые трагедии разыгрываются подчас совместных попоек в среде местечковых прожигателей жизни. Недавний случай в Костюковке тому прямое подтверждение. Двое местных жителей, официально безработных, вдруг обзавелись изрядным количеством спиртного. Пили на квартире у потерпевшего. В какой-то момент у одного из них появилось навязчивое подозрение, что собутыльник сотрудничает с милицией. А за плечами у мнительного пьяницы три ходки, в том числе за разбой. Как не оправдывался хозяин квартиры, но удары на него посыпались как из рога изобилия. Итог, смерть от многочисленных побоев. Значит, потерпевший находился в своей квартире, лежал на момент обнаружения в кровати. На следующий день по данному происшествию был задержан подозреваемый, также житель ГП Костюковка, который пояснил, что действительно у него он заходил к потерпевшему, распивали оба спиртные напитки и в ходе спиртного подозреваемому не понравилось поведение потерпевшего. Тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. Так произошло на съемной квартире в Гомеле, где совместно проживали будущая жертва и убийца. Подозреваемый ситуацию описал так. Его сосед пришел домой очень пьяный, начал оскорблять его и угрожать расправой. Мужчина, сам будучи под шофе, не сдержался и начал усиленно перевоспитывать в кавычках своего соседа. В ходе конфликта множественные удары были нанесены потерпевшему руками и ногами по различным частям тела. После этого подозреваемый уходит из квартиры и оставляет потерпевшего одного. При этом предупреждает, чтобы ты в квартире не курил. По его версии, он еще был жив потерпевший. Спустя около часа он отсутствовал. Когда он вернулся в квартире задымления, потерпевший лежит без сознания, сигаретой, в бах. Сам же боец на следующий день и вызвал милицию и полностью во всем сознался. О соседе многоэтажки все слышали, но не вмешивались. Именно под такие молчаливые аплодисменты, так сказать, и совершаются все эти дикие убийства. Нередко возникают ситуации, когда воспитывать начинают так называемые кухонные бойцы, а жертвами становятся их женщины. Стороны конфликта в результате остаются живы, а синяки сходят. До новой ссоры, новых побоев. И вроде весь дом слышат, кругом свидетели, но никто не остановит истязателя, не вызовет милицию. В результате семейно-бытовых конфликтов только в нынешнем году совершено восемь преступлений и снова речь идет о тяжких телесных повреждениях. Иногда своевременное сообщение лиц, проживающих по соседству о том, что в такой-то квартире неоднократно слышны шум, скандалы, крики, драки, могут предотвратить наступление более тяжких последствий. Граждане, работа местных исполнительных распорядительных органов, советов общественных пунктов охраны правопорядка, организации здравоохранений это меры общей профилактики. Тот же врач, терапевт, придя по вызову к больному, должен в случае, если он видит, что женщина либо мужчина на теле, у которого имеются телесные, видимые телесные повреждения, задать вопрос, откуда у вас это. В случае установления, что к лицу применялось насилие, обязан сообщить правоохранительные органы, для того, чтобы было обращено внимание на эту семью. Для защиты жертв домашнего насилия существует множество инструментов. От ограничения в дееспособности вечно пьяного мужа, до мер превентивного воздействия. Последнее, это прямое обращение в прокуратуру без оформления заявления в милиции. Сотрудники прокуратуры самостоятельно возбудят уголовное дело, а самого кухонного бойца могут надолго изолировать от общества. Специалисты утверждают, что севушные масла, подобно радионуклидам, имеют свойство накапливаться в организме человека. В какой-то момент их становится так много, что защитные функции иммунной системы не выдерживают. И тут уже никто не скажет наверняка, то ли погибнет весь организм, то ли откажет только мозг. Да так, что место последней попойки станет местом кровавого преступления. Поэтому важная часть повседневной работы правоохранителя это не только профилактика пьянства и дебоша, но и пресечение алкотрафика, оборота поддельной спиртосодержащей продукции. Вот совсем свежий случай. Возле деревни Бобович и Гомельского района сотрудники ГУБОП и ГАИ задержали грузовой автомобиль, принадлежащий россиянке, жительнице городка Злынка, что на Брянщине. А за рулем транспортного средства был неработающий белорус, житель Добруша. Но самое интересное было в грузовом отсеке машины. 2000 литров спиртосодержащей жидкости в канистрах по 5 литров и еще 6000 бутылок водки. Разумеется, необходимых документов на весь этот груз перевозчик предоставить не смог. Товар на общую сумму почти 580 миллионов рублей был изъят. И это не единственный с начала этого года случай задержания и изъятия контрафактного спиртного. Пресечено около 100 административных нарушений порядка ввоза, перемещения, хранения и реализации алкогольных напитков. Что касается алкогольных напитков, то это, как правило, дубликаты элитных алкогольных напитков. Это всевозможные виски, ромы, водки происхождения Российской Федерации. То она, как правило, идет под разными брендами, но всегда в одинаковых коробках, что является основным признаком отличия от неподдельной водки. При задержании лиц, осуществляющих транспортировку либо хранение фальсифицированной алкогольной продукции, никогда никаких сопроводительных документов, подтверждающих качество, места производства или отгрузку данной продукции нет. Поэтому делать вывод о качестве не приходится. Дешевая выпивка на основе серого спирта. Продукт номер один на селе. Как показывает аналитика прокуратуры и МВД, именно там отмечается максимальный рост алкоголизации населения. То есть подавляющее большинство преступлений по пьяной лавочке приходится именно на периферию. И немалую лепту в это вносит паленая водка, которой снабжают соседей предприимчивые односельчане. Ничего хорошего для здоровья пьющего эти напитки не сулят. А финал в лучшем случае направление на принудительное лечение в ЛТП. В 2015 году более тысячи жителей региона были вынуждены таким образом вести трезвый образ жизни. Только за три месяца этого года в лечебно-трудовые профилактории уже направлено 300 человек. В органах внутренних дел проводятся всевозможные отработки сельской местности, проводятся всевозможные беседы, активизировались мероприятия по взаимодействию с заинтересованными в проведении профилактических мероприятий, в том числе и проведению различных выездных судебных заседаний по рассмотрению как уголовных дел приемтивной направленности, так и рассмотрение дел по направлению хронических алкоголиков в ЛТП, которое является в настоящее время наиболее действенной мерой по профилактике преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Пить или не пить это вообще не вопрос для нормального человека. Что касается асоциальных элементов, для которых истинный весь смысл жизни исключительно в вине им, очевидно, уготована самая печальная участь. Наша же с вами задача не оставаться равнодушными, не допустить кровавых жертвоприношений подчас пьяных вакханалии сограждан. Берегите себя и близких и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова